Вопросов к министру у журналистов, как всегда, накопилось множество. По зарплате работникам культуры, предоставлению бесплатных билетов многодетным семьям, ремонту здания театра Ольгер и по недавнему конфликту с помещением для бурятского цирка. Министр заверил, что здание на кирзаводе отбирать никто не будет. Более того, решается вопрос об аренде достойной площадки для цирковых артистов. Глава республики вообще не был в курсе того, что какие-то есть поползновения по поводу имущества цирка. На этой неделе, во вторник я у него был, он абсолютно заверил, что цирк будет развиваться и дальше. В этом здании будем строить спортивный зал и сейчас будем решать вопрос по аренде спортивного зала для них. Однако это не единственный повод для радости бурятских циркачей. Цирк «Дюсалей» продлил контракт с нашими гутаперчевыми девочками. И теперь они будут выступать на площадках Монреале. Оценили по достоинству таланты наших оперных солистов. Аюну Батургуруеву и Саву Хастаева пригласили исполнить главные сольные партии в Мариинском театре. Повод для гордости есть и у солистов балета. Фестиваль посвящения легенде прошел при полном аншлаге. Его тайной гостью стала звезда Первого канала Екатерина Андреева. Ее оценка тоже была для нас очень приятна. Она отметила прям солистов, знаете, как я когда-нибудь спросил, ну как я так понимаю же, что может сказать. Она, знаете, прям по программочке, прям сказала, прям по именам, вот этот, вот этот, вот этот. Очень хорошо. Вот она отметила Булыта Роднаева, Веронику Миронову, Байерму Цибикову. Своеобразный рекорд поставил Национальный музей. Выставку сокровища музеев Московского Кремля посетило 12 тысяч человек. Порадовала и Бурятская филармония. По мнению министра культуры, одним из самых ярких событий этого года стало выступление виртуозов Москвы во главе с Владимиром Спиваковым. Знаменитый дирижер также остался доволен приемом в Бурятии. Особенно теплой была встреча в Волгинском дацане с Лудупом Ачировым. Это была такая удивительная, трогательная встреча с Лудупом Ачировым, который потряс его и музыкантов. И который написал, Лудуп тогда написал специальное произведение посвящение Спивакову оркестру виртуозы Москвы. И Владимир Теодорович пообещал поучаствовать в его судьбе, какую-то помощь, поддержку оказать. Кроме этого, знаменитый музыкант пообещал, что обязательно вернется в Бурятию и, возможно, уже с большим оркестром. Правда, по срокам еще не ясно, когда это произойдет. Но уже точно известно, что в рамках Рождественского фестиваля 7 января перед жителями Бурятии выступят стипендианты фонда Владимира Спивакова. Вообще, Рождественский фестиваль в этом году обещает быть очень насыщенным. Для молодежи, наверное, будет более интересным 5 января такая джаз-пати, которая состоится здесь в филармонии в 18 часов. Это Антон Беляев, вы уже в афише все увидели. Сейчас идет большое шоу «Голос» на Первом канале. Конечно, мы думали о том, что не выпадает ли он из нашего формата. Потом снова тоже пришли к мысли, что нет, не выпадает. Откроется фестиваль бесплатным концертом органной музыки в Костеле. На органе сыграет эксклюзивный солист Московской филармонии Александр Князев. Впервые в России он представит Гондельберг вариации Баха, а затем с этой же программой выступит в Париже. Ну а завершится Рождественский фестиваль музыкой барокко. Кстати, в Бурятии эта музыка прозвучит тоже впервые. Наталья Окладникова, Алексей Ионов, Первая альтернативная.